В этом видео я покажу, как можно использовать Entity-объект Multisource, чтобы он активировал определенные другие Entity-объекты. Итак, в нашем случае у нас будет открываться дверь вверх при нажатии на две кнопки. Итак, нам нужно создать сначала готовую дверь, которая будет открываться, две кнопки и Multisource. Начнем с Multisource. Здесь нам нужно обязательно написать имя для него. Далее нам в таргете нужно будет указать имя двери, которая будет открываться. Флагов здесь нету. С Multisource мы закончили. Далее нужно будет создать кнопку FuncButton. Так, имя у меня Button1, Button2. Далее, Target мы указываем Multisource. Это название у меня вот такое вот, DoorMaster. Далее из атрибутов можно еще поставить звук при нажатии на кнопку. Вот, в принципе, ну, в принципе, да, здесь... А, еще, DelayBeforeReset. Поставил минус 1. Это для того, чтобы когда один раз на кнопку нажал, второй раз уже на нее нажать нельзя, чтобы не менялась анимация текстуры на ней. Вот, в принципе, все. Дальше идем во флаги, вставим Don'tMove. Этот флаг мне нужен, хотя можете поставить, но без него тоже работает. Вот, здесь у меня то же самое. Нету, только один флаг стоит. Итак, с этим мы закончили. Далее переходим к второму варианту, как можно использовать этот объект. Этот метод я вспомнил, есть в игре Quake, Quake 2. Не помню, в Doom вроде бы он тоже есть. Уже не помню. Итак, у нас будет платформа подниматься вверх, при... тогда, когда игрок будет стрелять по этим кнопкам. Итак, Multisource. Здесь все то же самое. Пишем ему имя. В таргете указываем имя платформы. Далее создается кнопка, только уже классы здесь ставим, ButtonTarget. В Target мы указываем имя Multisource. В моем случае это Master. Вот, из этих атрибутов нам больше ничего не нужно. Идем во флаг, ставим здесь StartOn. И все, в принципе, эта кнопка идентичная. Один в один. Так, единственное, что еще я здесь сделал, это текстура. Поставил ту текстуру, которая будет анимироваться. Итак, для начала ставим вот такую текстуру с включенными кнопками. Если вы выберете текстуру, которая будет с выключенной кнопкой, то, когда карту загрузите, у вас кнопки будут уже активированы. В моем случае горели бы уже зеленым. Поэтому я ставлю здесь, что они включены, а когда загрузятся, они будут выключены. Вот, поэтому разные можно поставить текстуры для кнопок. Итак, здесь вроде бы все, да, с настройкой я закончил. Ну и теперь можно посмотреть, что получилось в самой игре. Неважно, в какой последовательности вы будете нажимать на кнопки, а дверь все равно будет открываться. Итак, пробуем. Ну вот, дверь открылась. При нажатии еще раз кнопка не реагирует. Итак, далее переходим к стрельбе. Вот, платформа поднялась вверх. Чтобы она опустилась вниз, нам нужно заново стрельнуть. Чтобы анимация текстуры поменялась. И здесь. Чтобы она поменялась на выключенную. И теперь можно стрелять обратно. Вот так платформа вниз и уезжает. Вот, в принципе, и все. Довольно неплохая настройка. С использованием Entity Object Multisource выходит. Вот, а на этом у меня все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok